Ну что, уже можно? Здравствуйте, дорогие друзья! Приятно вас видеть. У нас сегодня вторая встреча такого мини-цикла голопом по истории искусства. И в прошлый раз мы говорили об образе, в этот раз мы будем говорить о высоте и глубине на плоскости, то есть о том, как пространство реальное переносилось в пространство, художественное, художественной плоскости, имеются в виду, холст, стена. Одним словом, мы понимаем, что живописцы всех времён народов имели дело с двухмерным пространством, но отчаянно пытались впихнуть в него трёхмерное, передать на нём трёхмерное. Как это происходило? Мы поговорим об этом. Ну, понятно, что мы сейчас не будем претендовать на какую-то прям исчерпанность. Это вопрос, скорее, честно вам скажу, делая-делая, то лекция потом в какой-то момент просто плюнул и понял, что нельзя объять необъятное. И так уже потом, ну, вы заметите, что в конце я так схалтурил. Но при этом мне захотелось поговорить не только о том, как переносилось трёхмерное пространство в двухмерное, или как оно в нём отображалось, изображалось, но и провести некие аналогии, конечно, аналогии с современным искусством. Но если на прошлой лекции у нас это было в таком хронологическом порядке, сначала так, а потом вот так, то в этот раз мне захотелось это смиксовать. То есть как только какой-то вывод будет сделан, мы тут же посмотрим, как это может реализоваться, реализуется в современном искусстве. Поскольку, открою такой нехитрый секрет, что долгая жизнь с плоскими изображениями приучила нас вообще видеть, ну, скажем так, плоско, воспринимать мир, пространство. Как бы у нас развилась способность видеть пространство, в том числе плоским. Знаете, это очень похоже на то, как художники, если вот кто-то из вас учился в художественной школе или имеет друзей, которые учились, как бы имеют опыт художников, может быть, да, которые имеют опыт рисования с натуры. Я имел такой опыт, мои друзья имели такой опыт. Мы иногда общались и говорили друг другу, я когда смотрю на какой-то предмет, я вижу, как он нарисован, как он должен быть нарисован, да. И вот это вот ощущение, как это не просто, как реальный предмет должен быть нарисован. Я думаю, кстати, каждый из вас обладает такой способностью представлять себе это. Но еще и видеть, воспринимать объемное пространство так, как будто оно нарисованное, и в связи с этим удивляться и испытывать какие-то ощущения, если трехмерное пространство, реальное пространство, вдруг как-то начинает, вдруг выглядит искаженным, ну, допустим, странные углы у здания, тупой или острый угол, там, где мы привыкли видеть прямой, или какие-то чудесные, вот эти вот рисуют на дорогах человечков, перебегающих дорогу, да, их рисуют или цифры скорости, но специально для водителя их растягивают. И мы когда смотрим на это, мы как бы усмехаемся, говорим, должно-то это быть вот так, вот как бы очень интересно. Одним словом, мы на это реагируем, и наше восприятие на это способно. Соответственно, с пространством, с пространством, как будто оно художественное, как будто оно двухмерное, работают и современные авторы. Но давайте по порядку. Вы, наверное, вот увидели снова эту пещеру Альтамира и подумали, боже, неужели повтор будет? Вот, может быть, мы датой ошиблись, может быть, еще что-то, день сурка какой-то. Но я вам секрет скажу, третья лекция тоже начнется с этой пещеры, ну, потому что все из нее пошло. Колыбель, искусство, колыбель человечества. Но давайте все-таки начнем. Почему я показываю эту пещеру? И для меня очень важно здесь, что первые изображения находились на потолке, ну, в том числе на потолке. О чем нам это говорит, чем нас это учит? Первобытный человек жил в совершенно другой системе координат, чем наши. Творил, во всяком случае, в другой системе координат. Очень важно, типично, что рисовать на вертикальной поверхности, рисовать на горизонтальной поверхности, я имею в виду на столе, и рисовать на потолке, ну, это как бы совершенно разные состояния, совершенно разные вещи, совершенно разные режимы, по отношению к которым каждый раз нужно изобретать, в каком же положении будут герои, персонажи. Я думаю, что вы догадываетесь. Если мы рисуем на горизонтальной поверхности, то мы знаем, где низ, это там, где мы стоим, где верх, это то, что над нами. И, соответственно, вот так в какой-то вертикали мы располагаем какую-то фигуру. Если мы рисуем на полу, то если мы рисуем на вертикали, то все остальные зрители, которые придут, по отношению к ним эта фигура будет занимать такое же положение, потому что мы все стоим на одном полу, над нами один и тот же потолок. Но если мы рисуем на земле, а уж тем более если мы рисуем на потолке, то нам придется самим выдумать, где у нее будет низ, и, вероятно, он будет там, где мы оказались. Низ это будет ближе к нам, а верх это будет дальше от нас. Это другая система координат. Но человек, который зайдет с другой стороны, для него изображение будет перевернуто. Он вынужден будет обходить его, искать положение, правильное положение. На потолке это усугубляется тем, что как бы мы ни встали, изображение будет немного неправильным. То есть, получается, если изображение на потолке, то низ этого изображения, это, скажем так, дальше от нас, а верх изображения тоже дальше от нас. А может быть, к нам. То есть, когда оно на потолке, оно гуляет абсолютно. Оно абсолютно свободно, и никто, даже сам художник, не в силах зафиксировать какое-то правильное положение для того, чтобы смотреть на изображение, которое находится на потолке. Соответственно, отсюда и мораль. Вот эта композиция, странная композиция, когда, точнее, отсутствие ее, да что такое? Когда фигуры, у каждой фигуры свой низ, да, своя точка притяжения, своя плоскость, и мы совершенно не можем выявить какую-то общую черту. Я напомню содержание предыдущей серии, кто не был. Мы говорили о том, что каждое изображение носилось в разное время, вероятно, разными художниками, и никак не соотносилось с соседним. Это было такое ритуальное рисование. Была поставлена задача нарисовать быка, а никакого отношения к соседним быкам этот бык не имел. И, соответственно, рисовался как заново. Но мы уже можем... Я не понимаю, сейчас будет листаться, что ли? Ну, какое! Ну, ладно. Ну, вот уже... Да, блин! Прямо буду бороться. Тут мне поставили новую какую-то программу, сказали, что она будет шикарной. Да, ну вот это изображение уже... Это то было... Быки эти были палеолитическими, а теперь неолитическое искусство. Напомню, неолит – это когда люди обрели... Стали вести оседлый образ жизни, завели некие такие себе деревни и даже занялись сельским хозяйством, каким-то примитивным сельским хозяйством. И вот они стали рисовать страусов, например. Я думаю, что очевидно, коренное изменение страусы стали создавать, и это тоже мы в прошлый раз обсуждали, стали создавать какие-то сцены, образовывать сцены, сценки. И уже мы точно можем сказать, что художник рисовал страуса, зная о существовании соседних страусов и сплетая из них даже какое-то подобие орнамента. Вы видите, как чудесно, очень красиво переплетают, пересекаются шеи этих страусов, и они образуют некую такую группу. Для того, чтобы наиболее четко почувствовать, чем отличается палеолитическое искусство от неолитического, я предлагаю сравнить вот этих двух Венер. Знаменитый такой сюжет первобытной скульптуры. Венеры, женщины, большегрудые, большебедрые, с условной такой головой, хотя, кстати говоря, палеолитическая Гриндорфская Венера – это 27,5 тысяч лет до нашей эры. И неолитическая, где-то порядка 20 тысяч лет до нашей эры. Что-то в этом духе. Вот она уже такая, какая-то другая. Уже у нее голова появилась, даже глаза появились. Но что еще, да, я думаю, что все вы без труда мне скажете, без труда вы мне все скажете. Чем они отличаются? Неолитическая Венера, что с ней не так? Или наоборот так? А что это за поза? Она что-то делает? Глагол из русского языка. Ну, я бы сказал, что она просто сидит. Ну, полу лежит, это уже такие детали, да. Но важно, что она сидит. Важно, что она как бы обрела вот какое-то место в пространстве, и сила тяготения вдруг ее коснулась, ей показалось, что она устала, и она села. В отличие от Велендорской Венеры. Что, в чем особенность палеолитических Венер, палеолитических вот таких вот скульптур, ну, преимущественно, да, изображений женщин, гораздо реже мужчин или мужчин, людей, полулюдей, полуживотных, они, у них не было никаких даже пьедесталов. Мы, у нас когда-то была лекция по истории искусства, мы разбирали, мы говорили о том, что она существовала, такая вот Венера существовала, как кукла. Ее можно было таскать, носить, куда-то, очень важно, что класть, да, а не ставить. Ее клали, там, не знаю, в итоге там в раскопах их находят в каких-то очагах, в каких-то подземных таких выемках, и вот куда-то ее закладывали, может быть, хоронили ритуально, может быть, еще что-то, может быть, она была таким амулетом, носилась на шее, а может быть, она была все время в какой-нибудь такой суме, в сумке, за пазухой, еще как-то, может быть, а может быть, это вообще детская игрушка, мы не знаем, но очень важно, что она была мобильной. Народ был кочевой, и, соответственно, все, что было при нем, все было таким кочевым, и все было вот таким вот постоянно в движении, в том числе вот эти самые пещерные росписи, которые как бы наносились почти случайно, да, ну, как бы так вот не глядя, что там еще есть, и скульптура, на которую нельзя было смотреть, как бы стоя на месте, нужно было как-то обходить, двигаться, да, перемещаться по этой пещере, и то же самое скульптура. Но вот палеолит, оседлый образ жизни, как будто бы, как-то это совпало, или это такая закономерность, что люди открыли тяготение, люди открыли, что скульптуру можно поставить или положить. И вот Венеры сели. И, соответственно, то, чем отличается это изображение от предыдущего, это не только образование некой композиции, о которой мы говорили в прошлый раз, но и то, что у этого изображения, очевидно, есть низ, есть верх, да, все фигуры вертикально расположены. Здесь я хотел бы сравнить, это уже такой поздний неолит, это или даже древнее царство египетское, Египет, это вот наверху, это так называемая гробница номер 100, это в египетской истории было три царства, и было доисторическое, точнее, доцарская эпоха, имеется в виду то время, когда Египет был разделен на верхний и нижний, причем нижний Египет это на севере, верхний Египет это на юге, имеется в виду исток Нила и то место, где он впадает в Средиземное море, и когда было два Египта, не было, соответственно, единого фараона, были какие-то разные царства, разные фараоны, разные какие-то родовые разборки, феодальная раздробленность древнего Египта, и вот в эту доисторическую эпоху Египта, вот одна из гробниц была украшена вот такой вот, ну что ли, картой, сейчас, кстати, многие ее интерпретируют как карту, и ниже это уже древняя Греция, но если быть точным, это минойская культура, Крит, тоже, соответственно, такая даже доархаическая эпоха греческая, и там, и там корабли, но и там, и там очень странно, и там, и там есть уже вверх и вниз, в том плане, что все объекты расположены вертикально по отношению к нам, как бы мы их узнаем, понимаем, что ничего не перевернуто, но есть какая-то странность у этого всего, какая-то странность, не знаю, ну давайте, кстати, мы уже пришли, чтобы вы же, наверное, хотите поразглядывать что-то, да, ой, я что-то боюсь, что как-то фонит микрофон, давайте посмотрим, а с чем вот этот фонизм связан, симфонизм связан? Вот Египет, вы видите лодки, вы видите множество персонажей, и вы видите множество персонажей, которые, кстати, часть потеряла вертикальную ориентацию, но большинство все-таки более-менее вертикальные. Но когда вы смотрите, во-первых, вы как бы не видите землю, что эти лодки на земле находятся, что ли, или они все-таки плывут, а если эти лодки плывут, то что здесь делают вот эти вот странные всяческие существа? Они находятся в воде, не в воде. Вот, например, лодка, а вот человек находится как бы на расстоянии от лодки, он на ней находится или рядом находится? Одним словом, мы видим, что это изображение наполнено огромным количеством сюжетов, охоты, каких-то вот, не знаю, может быть, музицируют здесь фигуры, пленение какое-то, просто животные гуляют, еще что-то, вот сельское хозяйство, может быть, да, вот люди с посохами. Очевидно, что пространство, как таковое, географическое еще, ну, не разделено, что ли, на какие-то зоны, и все сцены, как бы, находятся в одной плоскости, и нам трудно вообще даже понять, в каких они отношениях, находятся ли они вообще в каких-нибудь отношениях. Тут просто была задача расположить все в, ну, скажем так, вот в этих вертикальных, горизонтально-вертикальных отношениях. Конечно, греческая культура, это уже гораздо более поздние времена, хотя это и Дуархайка, да, это, напомню, Минойское царство, знаете, времен царя Миноса, это как бы, если вот так вот мифологически судить, это вот когда Дедал изобретал крылья и лабиринт для Минотавра, вот примерно вот такие вот фрески, такими фресками украшались дворцы. И вы видите здесь такую лодку, это на самом деле фрагмент, это длинная очень, длинная фреска, длинное изображение. Дворцы, они тут между, на самом деле, между двумя, простите, корабли, между двумя дворцами плавают. Дворцы у меня тут в кадр не попали, мне хотелось показать корабли и воду. Здесь уже, ну, люди явственно сидят на лодке, никаких летающих людей там или случайных сцен как будто бы нет, но что странного мы видим, дельфины или какие-то рыбы как будто бы перепрыгивают эти корабли. Есть такое ощущение, что, точнее, не ощущение, а, собственно, взглядом современного человека мы понимаем, дельфины почему-то выше, чем корабли. Просто потому что на самом деле художник работал как бы одновременно в двух плоскостях. Одна плоскость – это вертикальная плоскость, каждого отдельного предмета. Дельфины, например, тоже изображены примерно в одной, в правильной плоскости, скажем так, у них гребень наверху, нос и хвост опущены к низу, вот мы понимаем, что он прыгает. Это с одной стороны. Да, то есть дельфин в правильной плоскости вертикальной, корабли написаны в правильной плоскости вертикальной, но пространство, в котором они находятся, взято не вертикально, а горизонтально. Мы на него смотрим сверху. Мы смотрим на воду, как из космоса, и на воде мы видим лодки и дельфинов, конечно же. А дельфины на самом деле не сверху, а дельфины, например, слева по отношению к кораблю. Слева и справа. Так, для того, чтобы, простите, для того, чтобы увидеть это еще лучше, мы... Так, вот это у нас лучше. Нет. Теряю все время. Где эта штука? Ничего не понимаю. А-а-а, помогите. А, вот это? Нет. А-а-а, говорят, слайд-шоу. Где это слайд-шоу-то ваше? В том же меню? Или вопрос в три точки? Может, я... Ну, где я последний? Мне все надоело. А, вот это? Ну. Да, все, да, и там и есть. А, все, господи. Вот спасибо большое. Как хорошо. У нас происходит обмен информацией, друзья. Обмен информацией. Так. И те же минойские дворцы. И... Да что такое? Те же минойские дворцы. И вот такая чудесная, вообще фантастическая сцена. Я, кстати, кто не знаком с минойской культурой, критской, я вам очень рекомендую. Это наслаждение для глаза. Это совершенно современные цвета, композиции. Просто великолепно. Вот такие вот фантастические грифоны появляются. Причем это... Ну, просто так вот расскажу, раз дошла об этом речь. Это такая цивилизация, минойская цивилизация, цивилизация добра. Потому что там никаких войн, никакого насилия. Исследователи уверяют, что не осталось ни одного храма. Может быть, их не было. Культура безбожия. Ну, то есть, возможно, были, конечно, были какие-то боги, но они были настолько вот эфемерные и дружелюбные, что не осталось никаких религиозных изображений, а вот только прекрасные девы, прекрасные юноши, все длинноволосые. В общем, красота и рай, и счастье. Так вот, вот сидит некая принцесса, царевна, не знаю, вот ей даже прислуживает такая замечательная мартышка, обезьянка. А что вот это за пучки по всему полю, по всему фону? Трава. А? Трава. Трава, да. Представляете, трава, которой наполнен весь воздух. Создается такой орнамент. Ну, просто вот опять эти две плоскости. Есть плоскость, в которой вертикальная плоскость, в которой правильная, как бы правильно ориентированная плоскость, в которой персонажи находятся. И есть поставленная на дыбы земля, которая служит фоном, она как бы вот из другой плоскости приводится все равно в ту плоскость, в которой находятся герои. Но на самом деле мы нечто подобное, друзья. А, ну и вот еще один пример. Это уже греческая чаша. Некий возописец Эксекий, Дионис на корабле. Вот видите, Дионис на корабле. По легенде, он заставил мачту корабля превратиться в виноградник. И вот он плывет по воде. И вы тоже видите дельфинов, которые, ну или каких-то рыб, которые находятся выше, чем сама лодка. Горизонта нет, обозначения, что где-то вода заканчивается, нет. Мы воду видим сверху, возможно, даже символически, если когда-то в ней плескалась в этой чаше вода или вино, то, соответственно, очень логично, что мы на чашу смотрим сверху, на воду смотрим сверху и видим эту лодку. Может быть, даже искажение происходит ровно наоборот. Не воду подняли на дыбы, а лодку повернули на бок, чтобы мы ее лучше видели по египетским канонам. Но интересно еще то, что, например, точка вертикаль мачты, которая как будто бы указывает нам правильное расположение, откуда правильно смотреть. Сейчас мы видим рисунок, условно говоря, правильно, но он находится несколько сильно скошено по отношению к ручкам. То есть смотреть на эту вазу нужно не держа руками за ручки, а вот как-то еще повернув, нужно это изображение, можно как-то поворачивать, тогда нам и дельфины будут, у нас и дельфины будут в разных ракурсах находиться. То есть, одним словом, еще живые какие-то элементы движения, верчения, поиска правильного положения по отношению к изображению. Даже, возможно, художник хотел, чтобы мы покрутили эту вазу и поискали эту правильную точку. Так вот, мы все что-то подобное видели в детстве, в всяких детских атласах. Я думаю, что-то подобное вы все видели, когда вроде бы мы смотрим на землю сверху, но при этом все сущее на этой земле нам показывается лежащим как бы на этой земле. Или, одним словом, мы в свою мозгу должны обязательно поженить эти два пространства. Пространство предметов, тел, существ, и пространство, вообще пространство, пространство мира. Снова минойская культура, так называемый голубой мальчик. Вот он такой прекрасный, что-то там рыщет в траве, что-то собирает, может быть, здесь плохо видно, плохо сохранилось. Но что необычного? Мы видим, что он в траве, трава внизу, но при этом трава и наверху. То есть тот мир, в котором он находится, он как бы раз так и замкнулся. Практически как в чаше, да, чаша Дионис на корабле, только там как будто бы нет четкой границы, а здесь есть. И тут мы приходим вот к этой теме. Давайте я вам еще пример покажу. Это уже Древний Египет, гробница Небомона, некого жреца, XIV век до нашей эры. И в его гробнице есть изображение сада. И вы тоже видите, что деревья гуляют в этом саду, как хотят. Мы видим некий бассейн, а может быть, это пруд. Мы видим его сверху. Деревья мы видим и сверху, и сбоку. И сейчас, подождите, у меня тут еще другое изображение. Это уже гробница Рехмира, тоже другого. Визирь, по-моему, был визирем в Древнем Египте. Полторы тысячи лет до нашей эры примерно. И вот здесь уже деревья просто обрамляют, как рама. Получается, буквально рама у этого изображения. То ли это пруд, то ли это такой бассейн. То есть, возможно, изображалось озеро или пруд неправильной формы. Но, как мы знаем, Египет не очень любит неправильные формы. Он все делает правильным. И вот так вот стилизовал, упростил этот водоем. Сделал его абсолютно прямоугольным. Рабы что-то тоже там работают. Тянут лодку. Вот плывет лодка. Как-то участвуют, видимо, то ли в отдыхе, то ли в охоте. Рыбалки какой-то. И деревья, которые и сверху, и снизу, и сбоку. И справа, и слева. Ну, важно, что древний человек действительно мог формировать изображение вокруг некой точки. Такое круговое, ну или в данном случае прямоугольное изображение. А почему он так начал делать? Почему он раньше этого не делал? Дело в том, что, опять-таки, здесь появление этих рамок и появление этих орнаментов по бокам изображения. Давайте прямо вернёмся к первоначальному. Оно, вероятно, было связано как раз с ведением хозяйства и образованием населённых пунктов. У меня есть деревня. У деревни есть... Деревня вокруг чего формируется? Некая площадь. Площадь, на которой происходят ритуалы какие-то, встречи, важные события, праздники. Соответственно, деревня образуется вокруг этой условно площади. Деревня огораживается каким-то частоколом. Потом начинаются какие-нибудь рвы, крепости. Ну, это уже потом, да? Но в любом случае мы чётко понимаем, что у нашей деревни есть границы. Деревня не, как сказать, не растворяется в природе. Деревня огорожена от природы, огорожена от других племён. И там за частоколом, за забором, за границей, в каком бы виде она ни была, может быть, река, там ещё что-то, там чужое пространство. Чужое, неустроенное, неправильное, враждебное. Там дикие звери, которые иногда могут напасть и там даже скотину похитить, убить. Там какие-то враги, там дремучий лес, чаще, через который невозможно пройти. В общем-то, не очень-то и хочется. Это чёткое такое разделение. Любая литература на тему фольклора, на тему сказки, на тему ритуала, она вам про это расскажет. И, соответственно, изображение мир человека, он должен быть огорожен. То есть, если я изображаю гармоничный мир, мне нужно этот гармоничный мир как-то закруглить, зациклить. Мне нужно его огородить, потому что за ним, за рамкой, будет находиться мир негармоничный, нетворческий, нехудожественный, нечеловеческий, неразумный. В общем, одним словом, может быть, даже он моему богу не будет подвластен. Отсюда и всякие вот эти разделения между божественным и дьявольским, даже в христианстве они сохранились, что есть такая, мне очень так нравится фраза, это богословская, кто не в храме Бога, Господа, тот в храме дьявола. Уже она говорит о том, что или-или, да, есть черта, не там, значит, ты в другом месте. Не может быть, что ты в какой-то серой зоне, потому что серой зоны не существует. Вот отсутствие этой серой зоны и стремление уберечь гармонический человеческий мир, оно приводит вот к этому замыканию изображения, оно начинает крутиться как бы вокруг чего-то, потому что человек, в отличие от неолита и человек, уж тем более там мы говорим про Железный век, он, да, палеолитический человек не знает границ, поэтому у него и быки вертятся во все стороны, как бы это не рассчитано на то, что ты находишься в нужном месте. Вообще, кстати говоря, вот эта ориентация на Землю, да, вертикальное изображение, по крайней мере, человеческих персонажей, оно происходит как раз из этой мысли, что мы занимаем правильное положение, мы заняли правильное положение на Земле. И дальше как бы уже там окружающий мир вертится вокруг нас, условно говоря. Ну, в данном случае вокруг этой ладьи с, ну, вероятно, рехмиром. Можно смотреть на Землю сверху, как это делали вот те авторы, как это делали в тех изображениях, которые мы сейчас смотрели. Но можно посмотреть на мир в разрезе. Да, епицкое изображение, устройство Земли, устройство мира, в котором небо представляет вот эта синяя богиня Нут, которая вот так вот стоит, видимо, йогу в позе собаки, что это называется. Одним словом, вот в такой вот, образует арку своим телом, арку неба, купол неба. Ее поддерживает бог Шу, бог воздуха. И внизу вот так вот распластался бог Геб, бог Земли. Собственно, Земля, как ей положено, лежит. Небо, значит, закрывает нас от, вот тоже, опять-таки, ограждает, от какого-то уже, какого-то космоса с плохой, плохом смысле этого слова, если такой смысл имеется. То есть некая, там дальше неизвестность. Может быть, там даже вообще ничего нет. Здесь в этом смысле пусто и хаос, это знак равно, да, одно и то же. Вот так вот гармонично устроен мир. Но в то же время, согласитесь вы или нет, что вот эти очертания, контур, который образует богиня Нут, богиня неба, очень напоминает какую-то тоже карту, какой-то полуостров, какая-то крепостная стена. Просто полоска, ну, это тело, но это в то же время и просто полоска, который очерчено, вот здесь мы, а там дальше никто не знает. И в итоге это приводит к тому, что тело богини Нут очень удобно становится рамкой любого изображения. Там под телом богини Нут, там под куполом земли может происходить все, что угодно. Там встреча фараона с, не знаю, встреча богов, какие-то происшествия из жизни фараона, там. То есть богини Нут, это та тело богини Нут, это рамка, в которой происходит вот все, что происходит. Художественное произведение, сюжет художественного произведения. Неудивительно, что в Египте появляется рама как таковая. В общем-то, уже первые вот эти какие-то контуры прекрасные, да, это вот на изображении. Справа изображена как бы рамка, такая какая-то арочка, да, то ли окно или что-то, да, вот такой проем, и вы видите наверху полукруг, да, в котором уже изображено Солнце. А раз там изображено Солнце, значит, это небо, да. Рамка очерчивает какие-то, как сказать, систему координат, где находится небо, что находится на небе, что находится под небом и так далее и тому подобное. Очень это все похоже на, ну, любовь к рамкам, я имею в виду, да, на, это я показываю, средневековое мышление. Конечно, это вообще устойчивый мотив. Мне просто захотелось показать вам рисунок из христианской топографии. Это, грубо говоря, такая первая география, которую написал Казьма Индикоплов. Индикоплов, значит, плававший в Индию, некий путешественник VI века, который побывал в Индии, значит, соответственно, считал, что он все видел, и он написал такую свою версию устройства мира, свою такую, свой учебник географии. Но этот учебник географии парадоксально изображал землю в виде вот такой горы, которая плавает в воде, и она закрыта вот в таком вот аквариуме или что, террариуме, цилиндре, не простите, цилиндре, в таком вот пролепипеде, в каком-то такой-то стеклянный сундучок божественный, где сверху, значит, Бог, а вот все остальное, в том числе небесные тела, солнце находится внутри этого ящика. Ну, соответственно, рама, рамка, преграды, какие-то ограды – это все символы гармоничного мира. Если мир не разделен ни на какие области, он, соответственно, представляет собой какую-то хаотическую массу, какие-то, ну, просто вот кучу малу. Надо обязательно его разделить на… Ну, сделать разумным, скажем так. Сделать подвластным Богу или подвластным художнику, например, как здесь. Или здесь. Эту скульптуру Активиана Августа мы тоже когда-то разбирали. Соответственно, кто был, просто напомню, а кто не был, открою глаза на то, что означает рельеф на керасе, на вот этом, на защитном панцире императора, римского императора. Для этого мне придется… А, нет, что мне придется? Так, ну вы же мне поверите, что там такое изображение, да? Или увеличу я? Поверите. О, вот самоперенос. Итак, что же изображено у него на керасе? В верхней части, собственно, Бог Неба, богиня, там, так, подождите, солнечная колесница скачет. Значит, Бог Неба, он держит, собственно, вот эту ткань неба, да? Под ним колесница с солнцем, от нее, от этой колесницы убегает, улетают, там, улетает луна и богиня утренней звезды Аврора, да? Что вроде наступает утро, они отступают, приходит солнце. Ниже вот эти два прекрасных человека, один из них в римской форме, военной форме, это, значит, соответственно, некий римский легат, который забирает, принимает из рук парфянина, это, опять-таки, некое парфянское царство, которое было завоевано при Актовиане Августе, но когда-то римляне им проиграли, и поэтому у парфян остались их, ну, вот эти некие жезлы, да, военные жезлы. И вот парфянин порабощенный возвращает римлянину то, что когда-то Рим там потерял. Это, соответственно, такая победа, такой успех, триумф римлян, именно, в том числе, как бы заслуга Актовиана Августа. Слева и справа вы видите каких-то странных людей, там один что-то с мечом сидит, другой с собачкой играет. Это, соответственно, представители народов древнего римской империи, одни, которые жили в области, ну, на западе, там, в области Испании, другие на востоке, вот в области, соответственно, близкой, там, скифы какие-нибудь, еще что-нибудь, в общем, близкой, в общем, восточной окраина римской империи. И, соответственно, нет, давайте дальше опишу. Ниже, соответственно, богиня Диана, и Диана, это вот на олене, и Аполлон на каком-то вот тут летающем, тоже, на чем-то летающем, с лирой. И внизу лежит женщина с чем-то она тут лежит. В общем, одним словом, это богиня плодородия Церера. Так, вот это я вам персонажи описал, и вы мне, наверное, без труда скажете, так на какие же зоны поделено это изображение? Небо, некая реальность географическая, да, ну, в смысле, вот, римская империя под этим небом находится. И боги, я не знаю, почему он так, почему не Актвян, конечно, а скульптор так принизил Аполлона и Диану, но очевидно, что вот, а внизу Церера земля, да, вот, плодородие земля, может быть, какой-то подземный мир, условно говоря. Вот такое нехитрое устройство, которое о чем говорит? Тоже, допустим, вечное и настоящее в центре, вечное сверху, вечное снизу, настоящее в центре, восток и запад, да. Вот место встречи, грубо говоря, запада и востока, цивилизации и, ну, конечно, любой цивилизованный народ считает другой народ нецивилизованным. Это прямо от древних греков. Да что греков? Сейчас покажу. Египтян тоже самое было. Мы самые цивилизованные, все остальные варвары. Так вот, вот это, значит, такая встреча цивилизации и варварства. Важно, конечно, и то, что поделено тело самого императора. То есть, да, если мы, опять-таки, вернемся к... Я все-таки попробую показать, увеличить, чтобы вы видели его самого. Небо – это легкие императора. Настоящее, если особенно вот орел на этом жезле, военном жезле, солнечное сплетение императора. А Церера, очень так, богиня плодородия, в таком пикантном месте находится, да, как бы обрамляет его плодородный, так сказать, низ. И, соответственно, вот эти бока его, это вот эти, как бы его собственное тело императора – это тело империи, да, запад и восток. Вот так вот красиво, лаконично, доходчиво устроено кираса и, в общем, и тело императора так красиво и лаконично устроено. И вот это деление... Так, ну давайте, учите меня сначала. Все, нашел, научился. И вот эта идея, что нужно делить пространство, разделяя и власть буквально, она была уже в Египте. Перед вами палетка Нармера, так называемая, египетский фараон Нармер, который, благодаря этой палетке, мы догадываемся, что, вероятно, он и был тем самым фараоном, который объединил два царства. Первый, верхний и нижний, он был представителем, фараоном верхнего, верхнего Египта, который победил Нижний Египет. И, опять-таки, если вы когда-нибудь видели египетские шапки, то вот это Нармер в шапке фараона Верхнего Египта. А на другой стороне, вот вверху слева, он, он же, но уже в шапке фараона Нижнего Египта. Соответственно, после него фараоны объединили две шапки в одну, как бы вот эта продолговатое вставлялась вот в ту, вот в ту, и появился новый головной убор. Ну, в общем-то, может быть, история Египта вас не так интересует, как искусство, но давайте тогда посмотрим, о чем же рассказывает эта палетка и как она устроена. Вы как раз видите благородного фараона Верхнего Египта и варварского какого-то... Вы видите, вот эти персонажи, они такие лохматые какие-то, да, с такой большой шапкой волос, да, что это как раз такой признак. Ну, они варвары, они... это беднота, это же нищие, они же не стригутся, не стригутся, не бреются. Вот рядом слуга, слуга Нормера, и даже у него голова более аккуратная, чем вот эти вот длинноволосые, да. Ну, просто в советское время бы сказали, что это какие-то бетломаны недобитые, да, и надо их насильно брить. Вот это противопоставление, оно уже здесь есть, и вы знаете, вот один и тот же мотив, я захватил, победил там Нижний Египет, Нижнее Царство, да. Она здесь повторяется несколько раз в разном виде, и просто эти разные виды, они вот так вот еще специально отделены. Вот он раз победил Нижний Египет, об этом сообщает и вот этот иероглиф, да, где там сокол или кто, так вот цепляет за нос символ этого жителя, порабощенного жителя, и шесть лотосов означают, что, простите, шесть папирусов означают шесть тысяч человек, что вот, мол, захватил в плен шесть тысяч человек. На другой верхний ярус, вот он опять кому-то отрубил головы, вероятно, это количество нужно там тоже на какой-нибудь десяток умножать. Ниже изображение считается, что это символическое изображение двух Египтов, двух царств, которые как бы насильно соединяются. И внизу вы видите бык и какой-то расплющенный там человечек, но бык, он куда-то заходит. Вы видите какую-то странную скобку, давайте я вам ее ближе покажу. Это странная скобка, опять-таки, это город сверху, да, неожиданная смена ракурсов. Видите, да, какая крепостная стена, какой-то дворец, и вот он его как бы прободал. Собственно, бык – это священное животное и символ фараона, да, то есть вот снова нормер, который разбивает крепостную стену и попадает в город. Вот так он все это сообщает, соответственно, делит на какие-то зоны, фазы, да, реальные события, одно аллегорическое изображение, другое аллегорическое изображение. Вот он так вот как-то, и это все, ну, не он, а автор этой палетки, как-то все организует. Греческая вазопись – это вообще просто богатейший… Да что такое? Это просто богатейший источник для разговоров о том, как разграничиваются сюжеты. Это ваза Франсуа, она довольно крупная, 60 сантиметров в высоту, и вы видите, что несколько полос, включая ножку кувшина, они расписаны какими-то сюжетами. Все это сюжеты отдельные, разные, причем сюжеты есть на одной стороне, сюжеты есть на другой стороне. Представляете? Итого, если мы посчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, ладно, там на другой стороне ножки один и тот же сюжет. Допустим, пять. Пять умножаем на два – десять, плюс еще один – одиннадцать сюжетов. Одиннадцать сюжетов на одной вазе. Ну, конечно, если мы будем читать информацию, что же вообще тут происходит, тут легко опознается калейдонская охота на калейдонского вепри, вот верхний ярус. Средний ярус – это свадьба Пелея и Фетиды, это родители Ахиллеса. На ножке изображена такая чудесная сцена, юмористическая, битва пигмеев с журавлями. Видите ли вы этих самых… Ну, вот они тут такие. Конечно, сцена такая больше юмористическая. Журавли и маленькие человечки, которые их бьют. Ну, просто такая… Сейчас, конечно, это уже немыслимо. Вот такая вот сложно сочиненная ваза. Зачем они такие нужны были? Я встретил очень интересное объяснение, которое говорит о том, что вазы… Ну, вазы – это не просто красивый предмет. Вы знаете, что в Древней Греции за выпиванием любили разговаривать, что-то обсуждать. Были так называемые симпозиумы. Симпозиум – это выпивание. Но просто почему потом симпозиум стал научным? Потому что за выпиванием было принято обсуждать какие-нибудь важные проблемы. Так вот, обсуждая важные проблемы… Вот вдруг… Вы представляете, вы пригласили… Собрались гости, собрались друзья. И вдруг новостей нет. Ну, жизнь такая была, представляете себе. Это просто наше рождественное. Их Афина – это наше рождественное. Ничего не происходит. И вот они, значит, там сидят, все новости закончились. О чем поговорить? И тут на помощь приходят вазы, кубки, которые полны каких-то изображений, полны историй. И тогда все начинают вот так вот… Откуда Сократ, вот это вот все, Платон взялся? Начинается рассусоливание. А вот истории… Вот чему нас учит история Пилея? А чему нас учит история Ахилла? Там, не знаю… Стоило ли Елена Прекрасная Троянской войны? Скажите мне, как вы думаете. И все начинают заглядывать в свои вазы, разглядывать их и припоминать какие-то еще истории, которые можно было бы обсудить. Вот это… А поскольку в вазе могла собираться история действительно одного персонажа, отдельных ответвлений, то есть история его, его родственников, да, истории, где он не герой, но стоял рядом, что называется, это позволяет как-то вот так вот двигаться сюжету, двигаться рассказу или беседе, менять, связывать одно с другим. Одним словом, ваза выступала просто как такая шпаргалка ведения светского разговора. Такими же шпаргалками, конечно, были и церковные росписи, фрески, иконостасы, росписи колонн. Ну, на колоннах, если вы сейчас ходите в церкви, то вы видите, обычно на колоннах святые изображаются отдельные. Ну, католические церкви, они вообще были полны самых разных сюжетов, самых невообразимых. И, соответственно, когда священник читает проповедь, почему изображение, да, почему росписи церковные – это Библия для неграмотных, не совсем потому, что они могут что-то понять из росписи, из фрески как таковой, ведь чтобы ее понять, нужно сначала прочитать. Но фреска или икона, или какое-то еще изображение, оно помогает священнику во время проповеди, который говорит, вот вы ходите, и вы наверняка видите вот это изображение. Давайте обсудим его, говорил священник. И начинался какая-то пересказ фрагмента Библии и какие-то моральные выводы из этой истории. Соответственно, да, изображение в церкви – это не просто, конечно, это в том числе и разграничение пространства. Понятно, что иконостас отделяет алтарь от, что называется, от простых людей, от паства, но как-то делится это церковное пространство само по себе, существуют пределы и прочее, прочее. Но кроме разграничения, оно еще и какой-то семантической наполненности. Например, мы знаем, что изображение Страшного Суда мы часто изображали как раз на выходе, на задней стене, для того, чтобы про Страшный Суд люди думали выходя. Ну, как бы они, пройдя через него, вот они там, например, остановились уже в такой благословенной какой-то зоне. Но еще и это, да, подсказки, шпаргалки, намеки, и это куча историй, которые собраны в одном месте. Но сейчас мы возьмем и перекинемся на иконописное пространство. Я думаю, что вы все слышали про обратную перспективу. Считается, что европейское искусство сплошь и рядом в прямой перспективе, хотя прямая перспектива появляется только в эпоху Возрождения, сейчас до нее дойдем. Но нельзя говорить и о том, что обратная перспектива – это вот удел только православного искусства. Дело или особенно иконописного. Дело в том, что эту перспективу даже, честно говоря, нельзя назвать обратной, потому что обратная как будто бы подразумевает точную кальку, какое-то зеркальное отражение прямой перспективы. Но на самом деле эта перспектива была не обратной, а она была, я бы сказал, динамической. Она вообще была произвольной. И сейчас я просто вам покажу самый любопытный пример этой обратной перспективы. Вот эта сцена Благовещения, архангел Гавриил является будущей Богородицы, сообщает ей Благую Весть. Но что вот это за архангелом Гавриилом, вы мне не скажете? Какой-то гроб, который за ним бегает или что? Это было изображено, ну, как вообще в иконописи очень любят архитектуру изображать. Я думаю, что на эту архитектуру можно просто залипать. Декирика отдыхает. Это такая сюрреалистическая, странная. То есть что вот это за дом такой? То есть понятно, это очень условная архитектура. Она как бы обозначает здесь здание какое-то красивое. Или сцена происходит в городе. Герой и живет в городе, поэтому нужна какая-то башня. Какая-то совершенно вот такая очень условная, больше похожа на сторожку, а может быть даже на какое-то кресло или еще на что-то. Но вот как бы она так символически обозначает, что действие происходит в городе. И вот художник отчаянно пытал, хотел было уже нарисовать дом, но потом понял, что утыкается в полукружие, да? И начал вот так вот превращать в шестеренку это все. И вот это существует. И это не обратная перспектива. Это идея того, что... И причем, как говорится, мастера ничего не смущало. И того, кто эти царские врата принимал, тоже ничего не смущало. Потому что пространство в иконе, оно не обратное, а оно динамическое. Оно предполагает, что... Знаете, читая об иконописи, там используют как будто одни и те же выражения, но все время я читаю и как-то не могу понять, все-таки как бы вывод-то какой. Да, вывод-то какой. То есть, например, говорят, оно рассчитано на позицию художника и зрителя изнутри. Вот он внутри пространства, и он в нем движется. Это очень умозрительно, честно говоря. Я затрудняюсь как бы это даже вам пересказать и объяснить, что значит он движет, он двигается там. И поэтому у него все предметы сокращаются в какие-то другие стороны, да? Скорее, можно, наверное, проще назвать это... Используется вот эта динамическая позиция, но проще сказать, что сама композиция динамическая. Динамическая композиция, которая предполагает, что все предметы движутся к нам, движутся от нас, движутся к нам только отдельные стороны, например. Именно из-за этого квадрат становится ромбом, трапецией и так далее. Потому что отдельные его части, они имеют устремление, да? Они устремляются куда-то, да? Они все разъезжаются. Такую фразу мысль встретил о том, что персонажи, иконописанные персонажи очень спокойны, да, статичны, потому что за них как бы вот так вот динамически развивается вот их окружение. Природа, архитектурные постройки, еще что-то, предметы какие-то, ступени, да, там, если есть какие-то вещи такие. Вот они все разворачиваются, соответственно, самим персонажем можно оставаться спокойным. Может быть, это такое противопоставление, да? Может быть, это такой вот, да, как мы говорили, например, про предыдущие эпохи, что предмет изображается в одной плоскости, а фон, земля, море, где он находится, та среда, в которой он находится, разворачивается в другой плоскости, да? И нам нужно это женить. Вот может быть, кстати, даже это создает определенный эффект динамизма. Может быть, в иконописи происходит то же самое. И покажу еще один вопиющий случай. Я показываю только смешные иконы. Вот вы видите, что происходит с колонками вот этими, да? Просто художник потерял... Ну, мы сейчас... Вы знаете, что? Вот именно, что нам это смешно, для нас это странно. Как можно так не совпасть, как бы, с основой здания, да? Почему верх здания не попал, как бы, вот в него, да, в его основу? Но именно, что художник того времени, как будто бы, не особенно заботится об этом. Существует изображение, где такие колонны, по-моему, промахиваются и находятся вообще вне, да? Это хотя бы внутрь попадает. Там есть, которая попадает в воздух, там, стоит за пределами самой этой башни. Но это тоже, как бы, не важно, потому что каждая часть, как бы, вот она живет, она живая, да? И вот это живое динамическое пространство, которое располагается вот как-то сюрреалистически, да, как-то наращивается, да, как-то нарастает, существует в каком-то возмерении вот художника Эшера, да? Если вы графику такую видели, где у него тоже там лабиринты, которые не сходятся, да? Прошу прощения. Лабиринты, которые не сходятся, как мои руки. Вот подобные сюрреалистические пространства именно, на самом деле, наполненные, точнее, именно в них и разворачиваются, как правило, иконописные события. Допустим, да, вот такая работа. Это греческая икона, византийская. И тоже как раз это вот такой абсолютный сюрреализм в пространстве, да, тут появляется глубина прям такая, выписываются какие-то даже светотень, попытка светотени. Причем эта светотень накладывается на совершенно вывораченные архитектурные элементы, да, которые призваны именно, ну, действительно, вот здесь уже ничего не скажешь, кроме как, очевидно, попытка сделать пространство динамическим. Вот это благовещение происходит не в тихой какой-то комнате, да, но это событие мирового масштаба, да, и оно должно происходить, как бы, хотя оно происходит вроде бы просто в городе, вот в доме, но оно происходит при каком-то столкновении вообще всех сил. Почему вообще архитектура становится важна? Или даже я могу так сказать, что мы до этого с вами видели, простите, изображения, в которых архитектура настолько заполоняет пространство, или фон становится плоским, да, что, в общем-то, загромождает все. Нет глубины у этих работ, хотя есть какая-то перспектива, у них нет глубины. Отсутствие глубины можно сравнить, это, мне кажется, очень характерно, очень важно нам иногда подсматривать, а что происходит, например, в других искусствах, а именно в театре. И, например, античный театр, из-за античной культуры, собственно, и византийское искусство выросло, античный театр тоже не знает глубины. Да, мы все представляем себе амфитеатры вот эти вот, да, римские, греческие, наверное, кто-то из вас был, если путешествовали, да, куда-то ездили, всегда показывают, у нас сохранился античный театр, давайте его посмотрим. Это вот такие вот цирки, да, такие круги, но важно, что там, где сохранился задник, то есть что такое задник? Задник – это дома, которые как раз закрывают горизонты. На фоне этих домов все происходит. Сюжет разворачивается, греческих пьес, как правило, в городе или на фоне царского дворца, соответственно, нам нужно показать вот этот самый дворец. И вот он такой, вот я нашел самый высокий, такие высокие, что они даже выше, грубо говоря, практически выше, чем сам театр. Декорация должна закрыть весь вид, вот там есть какие-то проходы, мы не знаем, они действительно были сквозными или как-то занавешивались. Всевероятно, они нужны были просто для того, чтобы актеры заходили на сцену, на какие-то площадки. И они, заметьте, могли быть многоуровневыми, то есть, вероятно, какие-то актеры могли выходить и на третий этаж, да, например, что-то происходит на площади перед дворцом, что-то происходит во дворце, и тогда это происходит на втором или на третьем этаже, да, какие-то здесь покои царя, здесь покои царицы или что-то еще в этом духе. Здесь живет одна семья, здесь живет другая семья, но если это какая-то комедия на бытовую тему, но важно, что события разворачиваются вот в этой вертикальной плоскости, они разворачиваются в высоту, они не разворачиваются никогда, не разворачиваются в глубину в театре, и, соответственно, в античной живописи тоже. Перед вами одна из самых известных античных фресок, которые до нас дошли, так называемая «Альдебрандинская свадьба». Альдебрандини – это просто владелец этой росписи, этой фрески, один из, ну, первый владелец. Сама роспись относится к первому веку, примерно к первому веку нашей эры, и вот такая вот свадебная церемония, но причем вы видите три группы фигур, которые на самом деле находятся в разных местах. Один из них, то есть одна из сцен, где кровать – это внутренние покои дома, там, где колодец – это внешняя стена, это сад какой-то, это тоже находится вне дома. Но древний художник, хотя вы видите, более-менее старавшийся передать анатомию, более-менее старавшийся передать светотень, она очень воздушная, очень такая вся прекрасная, нежная, совершенно не понимал, не умел и не хотел изображать интерьер, пространство, стены. Он говорит, ну, я тут сделаю, тут колонку поставлю, тут, значит, тут что-то, тут что-то вот так. Перспектива? Нет, не слышу. Все персонажи выстроились в ряд глубины, глубина такая, опять-таки, повторюсь, призрачная, настоящего пространства, понятия о нем у художника в первом, вот у тех вот мастеров, которые там могли и Зевс, и Геракл, и Аполлон, и Венеру сделать, да, они совершенно не представляли, что такое перспектива в плоскости, да. И она тоже у них была как бы обратная, или вот такая вот странная, динамическая, очень условная. Соответственно, да, плоскость и высота, да, античный театр уходил в высоту, и византийское искусство тоже уходило в высоту. Оно знало только плоскость. Соответственно, даже там, где оно изображает пространство, природное пространство, оно бы хотело, это искусство хотело бы его как бы вот так вот вздыбить, да, поднять. Для этого иконописцы придумали, использовали так называемые горки. Горки – это вот такие вот скалы, здесь у нас две сцены, понятно, да, крещение и ветхозаветная троица. И то, и другое, и то, и другое изображение построено на вот этих, разворачивается среди каких-то скал. Если изображение крещения, ну, еще худо-бедно, поскольку дело связано с рекой, а может быть, она была горной, а может быть, она была вот какой-то вот такой вот каменистой, да, там эти горки как-то еще уместны, то дом Авраама и Сары поставить вот на такие странные скалы, как-то оно вообще балансирует буквально, видите, да, в общем, расположить их на таких скалах – это очень странно, согласитесь. Какое-то есть нарушение правдоподобия, но все выглядит вполне оправданным, если мы поймем, что, и примем, что горки и вот эти вот горы, скалы имеют отношение не к природному ландшафту, а к важности события. Чем важнее событие, чем больше оно связано с сакральным, со встречей мирского и земного и небесного, горний мир, да, вот там горний мир – это мир Бога, божественный, мир божественного. Так вот, когда речь идет о встрече этого земного и горнего, божественного, тогда появляются горки, точнее, они не просто появляются, а становятся такими крутыми, да, а горы все выше, а горы все круче, горы уходят под самые тучи, поэтому и троица, да, встреча Авраама, Сары и трех ангелов обязательно должны быть вот в таких вот странных скалах, и во время крещения Христа тоже вот горы поднимаются выше, чем Иоанн Креститель, выше, чем все персонажи. И, конечно, горы становятся отдельной такой историей, отдельным мотивом в сюжете Вознесения, преображение Господня, Христос уходит в небо, поднимается в небо, три его ученика, растерянные, значит, там, как-то они ошарашенные, да, разлетаются, падают в разные стороны, пораженные вот этим сиянием и, не знаю, самим чудом. И вы видите, да, как они, это одна из самых динамичных, вот как раз, когда я читаю, что в иконописи статические фигуры, я все время вспоминаю про этот сюжет, там художники прям отрываются на этих учениках и в каких только позахах не пишут. Но вы видите, что, опять-таки, каждый иконописец просто соревнуется, какую гору он выше поднимет, да. И тут, опа, современное искусство. Это работа Пьера Юига «Сто миллионов лет». Хотел я видео, но хорошего видео даже нет. И вот что-то я не подготовил, я вам просто перескажу, ладно, вы потом там погуглите, еще что-то. Пьер Юиг, очень интересный, важный художник, который вместе со своими коллегами, они сделали такой проект, они выкупили, в общем, история такая. Во всяких художники, аниматоры, они дизайнеры, они очень много делают про запас, то есть они делают какой-то проект, а потом они его продают. Знаете, как это, стоковые картинки, а есть и стоковые логотипы, и все на свете. И, соответственно, одна японская компания анимационная придумывала разных персонажей, соответственно, какие-то купили, ну, какая-нибудь компания купила, а кого-то не купили. И вот группа художников выкупила анимационного персонажа и сделала с ним какие-то различные проекты. Проект Пьера Юига в один миллион лет заключался в том, что, очень важно, персонаж бесхозный, его создали, но нет мультфильма, в котором он мог бы существовать, или комикса. И вот этот ненужный, очень похож на нас, на простых людей, которые все время должны придумывать смысл, зачем нас родили, мы должны все время придумывать смысл жизни своей. И вот этот персонаж, который не знает, зачем он был создан, но он создан, он идет по пустыне, по пустыне, в которой звучит голос Нила Армстронга, или, вообщем, словом, вот тех первых американцев, которые высадились, космонавтов, астронавтов, которые высадились на Луне. И в этой своей речи, ну, они там проговаривают, типа, я делаю съемку, я не знаю, что это будет, как-то мы сейчас делаем какой-то, мы проникаем туда, где мы не были никогда. Ну, какие-то такие очень абстрактные слова, где сама речь тоже выдает такую неизвестность. То есть, да, я не знаю, где мы, я не знаю вообще, что будет, но вот сейчас мы на Луне, и вот я снимаю, я надеюсь, что в будущее, там, ну, в общем, кому-то это понадобится. Вот, вот этот голос звучит, персонаж идет, а голос, к голосу, как бы привязаны некие такие эквалайзерные настройки, точнее, точнее, не эквалайзеры, а, ну, в общем, такие вот датчики, которые показывают шум, там, да, высоту звука. Как? Осциллограф. Что-то я с осциллографом что-то другое ассоциировал. Ну, хорошо, ну, одним словом вы меня поняли, да, вот показывает какие-то уровень звука, да, какие-то параметры звука показывает. Но показывает так, что превращает этот звук вот в такие вот горы, то есть персонаж идет, а горы, когда речь звучит, они растут, когда возникают какие-то паузы или тиши, они уменьшаются, исчезают. Вот так вот, такое странное соседство, да, купленный стоковый персонаж аниме, звук, запись космонавтов, которые обсуждают, что они прилетели на Луну, и вот этот растущий рельеф. Я к чему, почему я их сравниваю, эти иконописные горки и эту работу, и там, и там. Рельеф, пейзаж становится выражением, ну, мы начинаем так ассоциировать, переживание, да, большое переживание, затишье, штиль какой-то, да, и вот смена, да, это происходит прямо здесь, сейчас, происходят какие-то чудеса, какое-то формирование, да. Вверх и низ, вот эти мы обсуждали, китайский пейзаж, горы, море, гора, вертикаль, она здесь по-прежнему используется как выражение внутреннего состояния. И другие работы несколько, так, сколько у меня их там, две, по-моему, две работы покажу, связанных как раз с идеей закрытия глубины, да, и вертикальной, как бы, конструирование вертикальной плоскости. Давайте сконструируем вертикальную плоскость, которая станет предметом переживания, предметом созерцания одновременно. И та и другая работа, связанная с историей, это одна из ранних инсталляций Криста Явашева и Жанны Клод, в общем, они известны как дуэт Кристой и Жанна Клод, которые все упаковывают, а вот вначале они работали с бочками, нефтяными бочками, и перекрыли одну из улочек Парижа в 61-м году в знак протеста против возведения Берлинской стены. Вот Берлинская стена стартовала в 61-м, и они решили как бы инсценировать эту стену, показав, что будет, если перекрыть какую-то хотя бы одну улицу в Париже. Ну, то есть, с одной стороны, это социальная работа, перекрытие улицы, а с другой стороны, это и вот эта плоскость картины вдруг возникла, которую нельзя преодолеть, ты ее только смотришь, и она тебе посылает, соответственно, какие-то сигналы. И другая инсталляция – это Стамбульская биеннале 2003 года, художница Сальседа, колумбийская художница, которая часто в своих работах использует стулья. Она нашла, вы видите, такой прогал между домами, снесли какой-то дом, остался прогал, пространство пустое. И вот в память о том, что здесь был дом, а снесли его, потому что в Стамбуле и в Турции проходила волна, скажем так, изгнаний, да, иноверцев, греков и других, и, соответственно, вот этой теме миграции, этой теме нетерпимости, чтобы ее поднять, да, напомнить о том, что здесь когда-то был дом, мы жили люди, она наполняет этот прогал стульями, больше полутора тысяч стульев здесь находится. И это тоже как бы стена, это тоже такая вертикаль, плоскость, которая должна, ну, как это, актуализирует, динамизирует пространство. Вернемся к иконам и к теме иконостаса, которые Павел Флоренский, замечательный философ и богослов начала XX века и преподаватель Футемаса заодно сравнивал с окнами. Вообще метафора картины – это окно, она довольно распространенная, но только считается, что она больше связана с возрожденческой картиной, вглубь которой мы смотрим, да, мы смотрим вглубь картины, вот поэтому она – окно. Но Флоренский использует слово, метафору окна ровно наоборот. Окно – это то, откуда на нас светит. Окно – это откуда в комнату льется свет и проникает, опять-таки, божественный свет какая-то. Откуда проникает реальность, да, не мы в нее проникаем, а она к нам проникает. И, соответственно, он говорит о том, что если церковь лишить иконостаса, она будет глухой, слепой, да. Иконостас – это окна, через которые льется свет. Эта метафора света, льющегося с иконы, в общем-то, реализована с помощью золота. Вот золотой фон у древнерусской иконы или у византийской, у древнерусской, у возрожденческой даже, у готической иконы или у готической картины, готического изображения готических богородиц – это метафора света, которая льется с картины. Иногда у нас в Древней Руси новгородская школа любила использовать красный фон. Красный в данном случае тоже был символом света, да, ну как солнце красное, и вот тоже красный фон или золотой фон – это свет, который не мы видим в картине, а он льется на нас. Ну это в данном случае была византийская икона. Да, свет льется на нас, соответственно, да, там совершенно другая система координат. Я думаю, что вы все слышали, или если не слышали, то я вам расскажу, что там, где у нас право и лево, у них ровно наоборот, в смысле в иконе ровно наоборот, потому что право и лево определяются не от нас в иконе, а определяется от мира, который находится там, да, от Христа, который сидит, или от Богородицы, или там еще в каком-то другом пространстве. Вот поэтому, например, и вы знаете, что право и лево, они немножко семантически, они не равны, да, у них есть иерархия. Право – это лучше, чем лево, вы же знаете про это? Право – это лучше, чем лево, или, по крайней мере, выше, чем лево, поэтому все божественное должно находиться, чем божественнее, тем правее, но правее по отношению к изображению. Поэтому Гавриил находится не слева, как вы думаете, и свет, вот это божественное зачатие происходит не слева, они происходят справа, а Мария сейчас в этой сцене находится слева. Она вот такая вот земная женщина, что называется, пока что. Но давайте вернемся, двинемся дальше, двинемся к иконе, точнее, простите, к эпохе Возрождения от иконы. И перед вами два изображения, я бы хотел, чтобы вы мне сказали, в чем разница. Одна из них – это работы ученика и учителя, учитель и ученика. Так, да, Чимабуэ, Мадонна Тринита, вот это вот, 1280 год. И справа, 30 лет прошло, Джотто, Мадонна, Аньесанти, 1310. В чем Джотто, почему Джотто считается отцом Возрождения, что именно с него Возрождение начинается, почему он, каким образом он положил конец Готике, как вы думаете? Бегу же вглубь и ходит. А как мы это видим? Вглубь и ходит. Ну да, я... Смертотени на лице, на лице. Так, вы что-то вот все правильно говорите, но я ее не слышу, или... Перспектива есть. Перспектива. Итак, смотрите, здесь тоже какая-то перспектива есть, но она очень условная. Здесь он, Джотто, усиливает перспективу тем, не просто, что он углубляет, но делает ступени. Вот здесь, как бы, видите, все довольно плоско, они все находятся на одном уровне. Если он делает ступени, ангел помещает перед ступенями, как бы, появляются планы. Передний план, там, не знаю, средний план. Какого-то помещает совсем назад, здесь этого нет. Здесь они, как бы, ну, даже фигура сзади, она, как бы, изображается почти так же, как и те, которые спереди. Очень важно. Он делает прорезь. Зачем он делает здесь прорезь? Чтобы мы видели, этот персонаж точно находится за. Да? Здесь таких персонажей, ну, как бы, вот так дискриминировать, что ли, персонажа, только ради того, чтобы показать, что он за. Да? Что он сзади. Да? Как подчеркнуть персонажа сзади? А вот так. Опускаем руку. Перекроем этой колонкой. Это первое. Да? То есть, вот благодаря этим прорезям что-то углубляется. Мы это понимаем благодаря ступени. Для того, что ангела спереди. Хорошо. Теперь вы говорите про светотень. Светотень, да, здесь тоже есть, но есть такое мощное отличие в изображении женщины, прежде всего. Если вот эта готическая Мадонна, Тринита, Чумовую, он ее всю, опять-таки, по таким византийским канонам задрапировал. Вот она вся такая, ну, просто почти что в чадре, да, находится. И в этих складах, прекрасной складке, с такими чудесными золотыми блесками, да, все прекрасно, все переливается. Но тело, в итоге, тело Мадонны мы не видим. Ну, что-то она там в мешка и не запуталась, да? Ходячий секс. Посмотрите, когда я рассказываю про эту картину, я просто начинаю... У нее есть грудь. Она в белом, почти полупрозрачном каком-то. Эти юарчики. Грудь... Здесь нет никакой груди. Ну что, вот этот блеск, это что мы можем назвать грудью, что ли? Если это вообще... Вот здесь правильная грудь здорового человека. А вот. И все. И она становится, она раскрыта, да? Колени... Вот здесь, кстати, колени мы можем... Вот тут, это колено или... Что? Или швабра здесь стоит. Колени непонятные. Второе колено вообще не найдете на этой работе. Вот. Здесь есть колени. У нее есть ноги, у нее есть грудь, у нее есть какой-то вот животик даже. Наверное, на одной моде, да? Все. Она настоящая женщина. И вот это другая светотень. Даже не вопрос светотени, это вопрос того, что я хочу обрисовать фигуру. Я хочу, чтобы вы почувствовали фигуру. И почувствовали, на самом деле, как сказать, почувствовали глубину. Глубину фигур, глубину груди. Это вот такое новшество Джотто, которое пишет человек. Если ангелы Чимабуи выстроились так, чтобы, не дай бог, никому не прикрыть и ничего не нарушить, то вокруг Мадонны Джотто собралась толпа, буквально, которая обступила ее трон. И, соответственно, эта толпа, действительно, она как-то теснится, кого-то прикрывает. Кто-то, оказывается, дискриминирован. Вот это, например. Мазаччо считается как раз отцом светотени, новой светотени и даже сфумато, как нежный переход от одного тона к другому, от светлого к темному. Но, конечно, в этой работе это настолько искусственно странно выглядит, что он выбрал, кстати, да, для светотени выбрал золото. И, конечно, белый, переходящий в золото, ну, такое, да. Но вот для него было уже принципиально важно, чтобы была светотень. Очень выигрышно эта светотень выглядит на вот этих мандолинах, на которых играют ангелы. Опять-таки ангелы сидят спереди, они как бы отмеряют передний план, средний план. И вот ангелы сзади такие прям несчастные, замученные на заднем плане. Вот мы здесь с чем встречаемся? С тем, что художник начинает снова зонировать, но зонирует он уже не в вертикали, горизонтали, в смысле не в плоскости, не в высоту, как это было на предыдущих работах, а он зонирует в глубину, по крайней мере, пытается. Зонирование, да, все еще важно. Я показываю работу Пьера Далла Франческо «Благовещение, 1452-й». Я прочитал у одного искусствоведа забавное описание, в моем духе, как мне нравится. Если не знать сюжет, кажется, что ангелы Марии разглядывают колонну. И они действительно, по сути, разглядывают, включая даже Бога в этом верхнем ярусе, все разглядывают колонну. Я думаю, что это не случайно. Действительно, колонна здесь – это символ разделения миров, земное и божественное. Мы должны как-то… Оно преодолевается или принципиально непреодолимо. Колонна – это тема, это маниакальный мотив сюжета о Благовещении, не только о нем. Во многих работах 15 века. Например, я вам показываю две работы Франжелика, обе с сюжетом «Благовещение». Это прямо у нас сегодня любимый сюжет. И, наверное, вы сможете, если вы их посмотрите на одну, посмотрите на другую, вы сможете почувствовать, что происходит, в чем разница, как Франжелика, опять-таки, работает с пространством, и какие разные высказывания у него получаются, разные какие-то состояния передаются. Если мы смотрим на эту работу, у нас как раз практически центр картины, и наш взгляд упирается опять в эту колонну несчастную. И опять это ангел и Мария разглядывают колонну. И тема разделения, она здесь очень акцентирована. Колонна делит ангел в одной стороне, Мария в другой стороне, между ними вот такая вот стена, и мы эту стену очень чувствуем, мы очень переживаем, что вот из другого мира посланник что-то говорит, но при этом, может быть, даже, можно даже картину проинтерпретировать так, что Мария, может быть, не видит даже этого ангела, может быть, он невидим для нее, потому что она настолько закрыта вот в этой своей арке, что как бы снаружи не выходит. И другая работа, в которой что в центре? Уже ангел, уже как будто в этой работе, да, все еще колонны, все еще два мира разделены, но, во-первых, уже как будто зритель сам находится в том пространстве, где ангел, а во-вторых, из его уст исходят слова, которые проникают, пересекают эту границу, и граница, в принципе, пересекается. Это же очень любопытно, как он поступил с крылом, ну, например, в этой работе крыло не выходит за рамки колонн, а в той работе выходит, выходит наружу, да, то есть на самом деле божественный свет, божественная благодать, она способна пересекать любые пространства, находиться везде. Вот уже раз, и картина совершенно о другом. Так, это тоже Франжелико. Работа чуть позже написана. Здесь появляется уже такой очень потом тоже устойчивый сюжет, но очень, честно говоря, вот меня всегда смущавший и пугавший, в центре находится не колонна, как символ разделения, а вот такой дверной проем уходящий, и перспектива вглубь уходит, в какой-то сад, вообще непонятно куда. Так, про то, что они все вместе в одном пространстве, это мы поняли, как будто божественные и человеческие объединились, это замечательно, но что вот это за перспективы странные? Ну, согласитесь, она навязчивая. И тогда возникает мысль, что вот открывая перспективу, в этом вообще смысл перспективы. Перспектива в эпоху Возрождения – это не идея реальности, это скорее идея… Так, вы вообще представляете себе, как перспективу? С помощью чего перспективу делают, друзья мои? Кто вот? А? Точка схода. А как? А с помощью… Что в руках держит? Линейка. Понимаете, перспектива – это не про реальность и не про видимое. Понимаете, что это значит, что я хочу передать видимое, а беру линейку в руки? Это значит, что я с помощью линейки сейчас буду делать невидимое, не то, что я вижу, а некую математическую какую-то умозрительную, геометрическую, не знаю, еще какую-то реальность воспроизводить. Перспектива – это идеальная. Конечно, там, особенно те, кто ратуют за иконопись, за традиционные, я имею в виду, ну, такие архаические, что ли, давайте назовем, типы изображений. Они говорят, что… И очень часто это указывается, что перспектива – это взгляд одного человека. Взгляд, что персона, которая смотрит, она становится таким солнцем, вокруг которого все остальные, значит, крутятся. С другой стороны, картина с перспективой, тут тоже есть такой субъективный момент, как будто бы говорит, что меня надо смотреть вот из этой точки, потому что если встанешь справа, слева, сбоку, еще как-то слишком далеко, ты неправильно увидишь. Моя прямая перспектива будет искажена, а ты должен встать вот ровно вот здесь. Такое тоже есть, но и тут же перспектива – это такая модель правильного мироустройства, правильного вот этой гармонии, которую человек наводит, но он ее наводит по законам объективным, божественным, а значит, божественным. Перспектива объективна, а значит, она божественна, она математическая. Можете в ней не сомневаться. Соответственно, да, здесь перспектива в центре вообще может выступать вместо вот этого луча, грубо говоря. Это она все освещает и все обожествляет. Вот вам другой пример. Франческо, Пьера де Ла Франческо. Его снова мы по благовещениям. И снова перспектива. Да, здесь есть вот это. И причем голубь, Святой Дух, именно над этой перспективой находится. Не ангел, не человек, но вот перспектива – это и есть Бог. И, конечно, вот это религиозное понимание перспективы, оно в какой-то момент, ну, когда-то оно работало, вот в 15 веке. И в 16 веке оно как бы уже даже уходило на задний план. В 17 веке перспектива могла стать просто, ну, такой, как это, такой обсессией, навязчивой идеей. Вот как в этой работе. Вы понимаете, что такая перспектива, она не нужна ни для чего, только чтобы вы смотрели. Перспектива, вот такая перспектива, она нарочитая, ну, в принципе, здесь тоже такая же, она актуализирует взгляд. То есть я вдруг понимаю, что я смотрю, и мне есть куда смотреть. Причем перспектива ведет мимо всего. Опять-таки, вот посмотрите на эту работу, здесь какая-то сцена в церкви, службы идут, какие-то прихожане, но мы смотрим вот в это пустое место, в тупик, потому что этот тупик очень манит, он гипнотизирует. И в таких работах маньеристских 16-го, 17-го веков такая геометрическая, такая очень далеко уходящая перспектива с точками схода. Потому что обычно в пейзаже точка схода не очень нужна. Ну что, зачем мне, я лес рисую, какие-то там сходы, что туда будет, что будет сокращаться, я же не аллею рисую, а вот рисование аллей, коридоров, аркад, вот такие вот сюжеты, вот они, колонад, вот они становятся просто такими зомбо-ящиками, что ли, да, потому что вы не можете, вы обязательно будете смотреть в эту точку, куда все сходится, хотя там ничего нет. Она сходится ради самой себя, чтобы показать, ты смотришь, ты смотришь, ты смотришь, это вот эта электризация линии взгляда. Не надо смотреть по бокам, там ничего нет, смотри только в центр. И вспомним театр. Конечно, это связано с театральной традицией, хотя то, что я вам показываю, это более позднее, это театр 17 века, но вот театр 17 века, он очень хорошо показывает, как важна была перспектива. Перспективу пытались, рисовали, с помощью там слоев декораций делали, вот эти уровни, там градации какие-то дали, они их выстраивали, и, в общем, это было характерно для театра того времени, в отличие от театра греческого, который такую глубину просто не понимал, зачем она вообще нужна. О том, что глубина, перспектива имеет божественную связь с теологией, с Богом, об этом говорит и «Тайная вечер» Леонардо да Винчи, потому что зачем еще нужно располагать, стол расположен горизонтально поперек пространства, вытянутого в другую сторону, поперек. То есть зачем это нужно делать, если не для того, чтобы усилить, утрировать глубину. Если бы стол был расположен разумно, то у нас была бы византийская картина, но у нас возрожденческая картина, и в ней глубина будет, пусть даже ценой бессмыслицы присутствовать. В том числе вот эта бессмыслица… Так, вот. Бессмыслица не является бессмыслицей. Это даже содержательно, сюжетно, идеологически, это даже важнее. Почему? Работа Кампена «Мадонна с младенцем у камина», где-то середина 15 века. Вот сцена. Она сидит в доме, в какой-то комнате, и рядом окно. Рядом окно. Давайте заглянем в это окно. Слава Богу, я нашел изображение очень хорошего качества. И, боже мой, чего у нее там за этим окном только нет, а? Это же надо было так заморочиться. Появляется картина «Окно в мир», и не просто «Пусть будет в этом окне в мир еще одно окно, которое будет показывать мир». Нужно показать весь мир. Я все время ради шутки спрашиваю про эту картину, на каком же этаже она сидит. Это что там за высота такая, что вот все видно, и уже город закончился, там какая-то деревушка, и вообще горы пошли. Чуть ли не до Тибета дошла. А все дело в том, что в это время, в 15 веке, во второй половине 15 века, формируется учение Николая Кузанского, такого кардинала, богослова, философа. Они тогда все думали, гадали, что такое Бог. Это была самая главная интрига. И разные были версии. Бог – это красота, Бог – это любовь. Бог – это любовь – это более поздняя версия, когда как раз «Рождение Венеры» Баттичелли пишет. И все стали вдруг по Венер писать, именно потому, что Бог – это любовь. И значит, надо писать любовь. Это отныне не греховно. Но вот до версии Марсилио Фичино, что Бог – это любовь, была версия Николая Кузанского, который говорил, что Бог – это бесконечность. Бог – это бесконечность. Бог – это весь мир. Бог разлит в природе. Опять-таки, единство с природой. Бог – это многообразие, бесконечность многообразия. Поэтому всех народов, все народы изобразим, всех животных изобразим, какие только нам не встретятся, верблюдов. Дюрер пишет, что он там пишет, носорога. Мы должны почувствовать, как многообразен мир, потому что в этом многообразии заключается его божественное существо. суть, реализуется Бог. Поэтому вдруг в картинах появляются вот такие окна. Не просто окна, не просто пространство, не просто глубина. Может быть, даже и глубины-то никакой нет. Ну какая вот глубина? Ой, простите. Какая глубина в этом интерьере? Ну особенно никакой. Но тут что-то, да, плитка, хоть заигрывание с перспективой, но довольно неуклюжие. Северное возрождение хромало, перспективу Северного возрождения. Но это не был конек. Но вот такое вот окошко, в котором все будет видно, вот оно там появится. А уж итальянцы пошли в разнос. Опять Леонардо да Винчи сейчас приведу. И, конечно, вы все знаете Джоконду, мы ее даже упоминали, и Пентурикио, портрет мальчика. Где, что, зачем? Важно. В этих работах человеческая, портрет конкретного человека соединяется с, я называю это, божественный пейзаж. Потому что это и есть изображение Бога. Частная, маленькая, вот я песчинка, и мироздание, божественное мироздание, оно должно там быть, оно должно все там уместиться в максимально разнообразных позах, простите, не позах, а этих формах. То есть и вода, и горы, и все, все, все. И, соответственно, вершиной, как мне кажется, одной из лучших работ, которая это передает, является вот эта вещь Фра Филиппе Липпе «Поклонение младенцу Христу». Младенец лежит на земле, он как бы тоже символизирует землю, мироздание, да, вот все сущее, да, по сути, это поклонение земле. Мария и Мадонна находятся вот в такой оградке, это такой вот ее садок, сад Марии, сад Богородицы. И за этим садком, опять-таки, весь мир с городами, с морями, с горами, и с неба, плохо может быть видно, такие золотые нити, такое благословение тоже спускается на младенца. Итого, картина круглой формы, как земля-мироздание, перспектива уходит далеко вдаль, мы видим, опять-таки, вообще просто край земли, буквально, если бы он был диском, то есть она развивается вглубь, и она одновременно развивается и в высоту, потому что там с высоты спускаются эти золотые нити, солнечный, божественный свет. в этой работе, что-то я прям вообще, как-то люблю, видимо, рассказать про первобытное, и потом все остальное скомкано. В этой работе Перуджина, нет, не Перуджина, покажите мне, да, нет, да, Перуджина, брак девы, 1504 год, пространство поддельно тоже, как бы оно развивается одновременно, тоже в двух плоскостях, вглубь, потому что есть передний план, вот стеной буквально стоят персонажи, и обручение Иосифа и Марии, вот священник, женихи, отчаявшиеся, ломают палки, дело в том, что она признала Иосифа, как бы она сказала, выйду замуж за того, у кого палка расцветет, и в общем, вот у Иосифа расцвела, а остальные ломают свои палки, не будем шутить дальше, вот, значит, стеной они стоят, это передний план, и дальний, задний, дальний план, где природа, и где храм, да, он вдали, он, тем более с этим проемом, да, божественным, вот он глубину показывает, там уходящая перспектива, вот все там прекрасно, и одновременно, ввысь, конечно, они находятся внизу, это человеческое, храм находится наверху, в верхней части картины, чем заметьте, на самом деле, есть вариации, где персонажи гуляют и как бы в самом храме, но я подобрал именно эту работу, она, мне кажется, ювелирна, только головы по горизонту стоят, как бы, находятся, да, ни один человек не находится на одном уровне с храмом даже, настолько вниз, да, вот этот, ниже горизонта, это человеческое, выше горизонта, это божественное, и работа, которую мы в прошлый раз смотрели, но крупнее, а вот здесь она целиком, оплакивание Христа, и тоже, передняя сцена создает, как бы, стену, и это человеческое, передний план человеческий, нижняя часть картины человеческая, да, сразу в двух измерениях берем, и дальний, да, перспектива, божественный пейзаж, он же находится наверху, становится символом божественного космоса, как бы, на фоне которого это все происходит. Теперь о современном искусстве, конечно же, да, Эрик Булатов, который в этих своих работах «Входа нет» или «Слава КПСС», тоже у него есть передний план, да, плоскость картины, это запреты, это политика, власть, это человеческое, скажем так, и глубина перспектива неизмеримая, божественная, да, божественный космос, где все это происходит. Работа, это фрагмент инсталляции, ну, вот отдельно выставляется в Третьяковской галерее, Илья Кабаков, моя любимая вещь называется, сошел с ума, разделся, убежал голый. И мы понимаем, куда он убежал, да, вот его одежда, и он убежал в свое творение, написал картину и убежал в нее. Класс, мы его там потеряли. И, опять-таки, плоск, одежда, которая выдает, что картина плоская, земная, такая, да, душная, скучная, да, человеческая, и божественный пейзаж, божественная свобода, божественное небо, как, может быть, даже он не убежал голый, а улетел голый, вот я там птиц вижу, может быть, как-то вот так случилось. Вот эти два мира, плоскость и глубина противопоставляются. И, почему мы можем коснуться инсталляции, тоже Илья Кабаков, работа под названием «Посмотри наверх, читай буквы», 1997 года. Ну, чтобы лучше прочитать буквы, вот я вам покажу эскиз этой работы, но поскольку все равно мы не читаем по-немецки, эта инсталляция была в Германии, то текст там такой, вот если вы ляжете и посмотрите на небо, вы прочитаете. «Мой дорогой, когда ты лежишь в траве, запрокинув голову, вокруг тебя никого нет, и слышно только шум ветра, и ты смотришь в открытое небо, там наверху голубое небо и проплывающее мимо облака. Возможно, это самое лучшее, что ты когда-либо делал или видел в своей жизни». Самое лучшее, что ты когда-либо делал или видел в своей жизни. Говорит этот умиротворяющий текст. Но есть парадокс. Вы читаете этот текст на фоне неба. Этот текст закрывает вам небо. Этот текст создает вот этот человеческую, дорогой друг, письмо какое-то, инструкция, реклама, вот что-то такое. Он создает преграду, решетку, текстовая решетка, которая закрывает, собственно, само небо. чтобы увидеть небо, надо, честно говоря, вот от этой штуки отползти. И вот в этом парадоксе, текст, который умиротворяет, но при этом закрывает, и небо, которое без этого текста может казаться тривиальным, обычным, и вообще зачем ложиться, зачем на него смотреть, мы куда-то все торопимся и бежим. Вот на этом парадоксе, на этом противоречии строится работа. И теперь, на самом деле, уже завершая, может быть, я успею в пять минут, уже завершая, хочется поговорить, вот это сейчас начинается халтурная часть, что перспектива, она бывает не только прямая и обратная, мы выяснили, что обратная, она не такая уж и обратная, по крайней мере, она не точно обратная. А есть еще, например, сферическая перспектива. Или вообще, вот это движение, точнее, расположение работы художника с пространством по его желанию, это пространство как бы эмоциональное. Сказать, что это пространство, это Мадонна смирения некого Джованни Ди Паула в 1442 году, то есть, в принципе, ровесника и Пьер Далфранчески, и Франджелико, то есть, вполне как бы в их же духе, но художник, который перспективу понял немножечко по-другому, он решил изобразить весь мир, вот эту округлость, божественную бесконечность, божественный мир, божественную природу вот в таком округлом варианте. Правда, вы здесь тоже, наверное, обратите внимание на горы-камни, мы это уже проходили в прошлый раз, условность, ничего не поделаешь, но важно, что вот он решил как-то округлить, или, например, другой шедевр, мы его тоже когда-то разбирали на истории искусства, Альдорфер и его битва царя Дария, Александра Македонского с царем Дарием, я даже не буду вам сейчас показывать, где тут Дарий, где Македонский, это займет много времени, но важно, что мы видим огромное пространство, не уходящее, как сказать, оно уходит, но это не сокращающаяся ни в какую сторону перспектива, более того, я единственное, что вам скажу, что изображен вид, действие происходит в Греции, вот это остров Кипр, или Крит, я уже забыла, то, все, короче говоря, это остров, это Турция, точнее, это Передняя Азия, это Египет, Дельта Нима, собственно, Красное море, здесь скоро будет пробит, через пару тысяч лет, Суэцкий канал. Вот такой масштаб взят Альдорфером, тоже, конечно, вопрос, это откуда же он смотрит, а если вы обратите внимание, здесь вот передний план, и он, вот прямо вот мы здесь находимся, мы видим Землю, камень какой-то стоит, лежит, мы находимся черти где, и видим просто вообще весь мир, я не знаю, это гора, может быть, это Олимп вообще, то есть это космос, более того, эта атмосфера космичности, того, что нам показано, весь мир, он еще передан в том, что мы видим одновременно месяц и Солнце, месяц и Солнце, пусть это, допустим, закат, восходящий месяц, заходящее Солнце, но тем не менее, вот возникает ощущение, что мы вот на грани между светом и тьмой, днем и ночью, близко, далеко, опять, тема картины, конечно, борьба христиан, христиан, представляете, с мусульманами, хотя действие происходит там гораздо раньше, но это метафорически, это такое, картина была написана в эпоху, когда турецкий султан дошел до Вены, до, до, уже практически в Европе, уже как, завоевывал Европу, вот, и это было такое, острый сюжет, вот он здесь передан, и вот такие космические, отсюда космические масштабы. Ай! Работа Рубенса, одна из самых необычных его работ, вообще Рубенс, если, ну, по вот, если будете читать книги о нем, то все в хором будут говорить о том, что Рубенс любит всех своих персонажей, все, что происходит, все на передний план, у него дальнего плана просто нет, там может быть какое-нибудь условно написанное, знаете, намеченное небо, какое-нибудь, какие-нибудь вихри облачков, но в целом, все фигуры, все на переднем плане. Здесь тоже, конечно, очень выдается, вот эта какая-то странная гора, скала, каменистая, пейзаж с возщиками камней, вот они тянутся, тащу, толкают свою телегу, но при этом, здесь очевидно, перевернутое, искаженное пространство. Какая примета этого искаженного пространства? Луна, очень низкая луна с этой стороны, здесь какая-то речка, а там уже какие-то горы, и кажется, что вообще пейзаж накренился, накренился влево. Мы этого можем сразу не заметить, потому что и тот, и другой край, это все по краям происходит, а в центре вот эта странная какая-то расщелина и телега, но даже если мы посмотрим на телегу, даже если мы посмотрим на телегу, она тоже расположена, она, видите, как-то загибается, и кажется, что эти возщики, они везут, едут вниз как-то, куда-то съезжают, все съезжает, все кажется, картину хочется поправить, но это ее реальный, это ее реальный размер. Считается, что это пейзаж такой очень аллегорический, он изображает как бы такую круговерть природы, что такое верчение, и деревья образуют какие-то своды, и эта щель в этой скале, как центр мира, и скала как бы вокруг этой щели, и пейзаж вокруг этой щели, и все вокруг вот этого, знаете, вспоминается Курбе и его происхождение мира. Кто вспомнил, тот вспомнил, кто не знает, тот потом погуглит. Давайте про эту картину я потом расскажу. Матисс, уже прям раз и в 20 веке, и Матисс тоже свободно очень распоряжается перспективой. Есть в этой картине перспектива? Конечно, есть. Ведь пространство меняется, перспективы нет там, где все одинаково изображено. В Египте нет перспективы. А здесь перспектива очевидна. Так, какие-то квадратики мерещатся, хотя у меня их здесь нет. Очевидна перспектива, но только вот она как раз тоже такая вывернутая. Мы видим банку с рыбками больше, чем кашпо с цветами, и даже больше, чем стол, на котором эта банка стоит, или даже какой-то вообще стакан, да, это по сути маленькие какие-то золотые рыбки, но они здесь изображены, или вообще гуппи какие-то, но они здесь выглядят как такие вот огромные морские гады. И очень свободно вокруг этого столика намечен сад, намечены какие-то кусты, цветы и странные перила. Мне всё время кажется, что мы видим этот стол сверху, с лестницы, со второго этажа, но как-то наше внимание приковано, и перспектива определяется нашим вниманием о нереальном соотношении предметов. Я расположил картины в хронологическом порядке, Матисс у нас был 12-го года, Петров Водкин 17-го года, полдень, и вы тоже видите бесконечно разворачивающиеся просторы. Как раз про картины, про метод Петров Водкина говорят, что он использовал сферическую перспективу, то есть как раз земля должна закругляться, хотя она не обязательно закругляется, она может наоборот вот так вот дыбиться, как горки, иконописные горки. Гранд Вуд, американский художник, вот мы с вами по континентам уже пошли, картина 31-го года, полуночная скачка Пола Ревира. Пол Ревир это герой и его скачка полуночная, это событие граждан, это не гражданской войны, простите, войны за независимость против Англии, он скачет, чтобы сообщить о том, что британцы высадились, высадились, и вот сейчас они пойдут, и соответственно, он скачет по городам и деревням, и все, видите, выходят, зажигаются огни в домах, и все ночью выходят, готовятся встретить врага. В общем, национальный герой, но вы видите, какое пространство, да, тоже как раз вот сферической перспективы, или какая-то вот такая, какая-то вот странная перспектива. И закончим инсталляциями, как я уже говорил, наша привычка видеть плоские изображения, приучила нас к тому, что мы и на объемные предметы можем смотреть как на плоские. Грубо говоря, мы знаем, как они должны сокращаться в перспективе, в реальности. Если они сокращаются как-то по-другому, мы немножечко залипаем и говорим, что что-то здесь не так. Инсталляция класса Ольденбурга 1963 года, спальный ансамбль. Он заказал, по заказу сделанную мебель, и видите, в чем ее прикол. Она вся сделана в искаженной перспективе или, скажем так, она сделана в перспективе, то есть, возможно, можно найти некую точку, где все предметы сложатся в правильном ракурсе, но стоит нам поменять точку зрения, как они рассыпятся, как-то исказятся, уплощаться, не знаю, как правильно слово сказать, но, в общем, одним словом, мы вдруг обнаружим, что пейзаж, простите, интерьер ненастоящий. Тут, кстати, еще надо было вставить интерьеры Сальвадора Дали, вы, наверное, знаете одну из комнат в его доме-музее, где камин нос, диван-губы, а глаза это некие фотографии с пейзажами, городскими пейзажами, а издалека с определенной точки они выглядят как лицо, складываются в лицо. Но именно очень важно, что лицо обычно это выпуклый предмет, а интерьер это впуклый предмет, объект. И, соответственно, вот эта игра на том, что лицо должно смотреть на нас, а интерьер полностью проваливается, на этом построен интерьер Сальвадора-Дали. Здесь вот более такая тонкая вещь, это вот сама работа с перспективой, как бы, до обхождения перемещения. Работа Роберта Гобера «Наклоненная детская кроватка». То есть это не я в фотошопе сделал, а она так сделана. Она так сделана, что вызывает вот это болезненное ощущение искаженного вытянутого пространства. 1987 год. И Элнгрин и Драксет работа, инсталляция под названием «Второй брак» 2008 года, где они просто вот перевязали, даже не перевязали, а соединили одной трубой две раковины, над ними висят зеркала, которые отражают то, что находится сзади. И, конечно, чем контрастнее задняя стена, то, что находится сзади зрителя, тем необычнее вид этой инсталляции. кажется, что в стене какие-то отверстия, кажется, что туда проникло какое-то другое пространство. Одним словом, работа с ощущением пространства, с его проникновением пространства друг в друга с помощью зеркал или искажения, вытягивания, масштабирования огромные предметы класса Ольденбурга или объекты Джеффа Кунса, которые увеличиваются, какие-то предметы увеличены, или, наоборот, какие-то предметы уменьшены, создаются их какие-то странные макеты, как, кстати, у художницы Света Шуваева, которая целое пространство из бумаги делает, по которому можно гулять, а там ручки, там, не знаю, там тоже какие-то стулья, все из бумаги. И вот такая работа, она существует именно после того, что сделала живопись в этой области, после того, как художники поняли, что искажение пространства в картине можно перенести, вот последняя работа, можно перенести в реальность. Это Магдалена Етелова и вот такие ее тоже эксперименты с игр с пространствами. Вот, надеюсь, что как-то немножко вас вдохновил и жду на следующей встрече, она будет, правда, через две недели, на следующую пятницу у нас Надя Кемильяр, видеохудожница Ви Джей из Казани в рамках выставки «Озарение». Вот, следите за анонсами. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо.